Бизнес, самозанятые и контролирующие органы никак не могут договориться. Предприниматели жалуются, что при проверках работу с самозанятыми квалифицируют как трудовые отношения со всеми вытекающими штрафами. Налоговая и Минтруд считают, что бизнес решил сэкономить. Фискалы, видя регулярные проводки по счетам самозанятого от одного единственного заказчика, полагают, что это фактически зарплата. Самозанятый – это режим, в котором ты уплачиваешь налог в размере 4 или 6% от доходов от своей предпринимательской деятельности. Если я работник, если у меня есть рабочее место, если у меня есть иные критерии рабочих отношений – это трудовые функции, это рабочее место, это подчиненность работодателю, то в этом случае я работник. И те доходы, которые я получаю от этого работодателя, не могут использоваться в рамках режима самозанятых. Напомним, с 2019 года в России у бизнеса появилась возможность работать с физическими лицами, зарегистрированными в качестве самозанятых. С 1 июля такую практику распространили на всю страну. Она популярна и в Самарской области. По последним данным, число жителей региона, зарегистрировавшихся в спецсервисе «Мой налог», превысило планку в 16 тысяч. А это порядка 10% малого бизнеса в области. Наряду с этим многие индивидуальные предприниматели предпочитают закрыть ИП и перейти в статус самозанятого. И аналогично у нас получается теперь что? Раз бизнес, который нормально работает, он же платит все налоги, как положено, да? Плюс за ним еще присмотр всяких структур федеральных придут. То не так, техник, безопасность, то еще что-то, нарушения какие-то, его тут оштрафовать могут. А по самозанятым пока у нас все в таком вот состоянии. Особенно кто физики перешли, их вообще никто не контролирует. По словам экспертов, все нюансы подобных трудовых отношений пока не подкреплены юридической практикой. Между тем, есть случаи, когда работодатель оформляет сотрудников как самозанятых в принудительном порядке. По закону, такие нарушения могут выявляться только в заявительном порядке, если сам работник обратится с жалобой в надзорные органы.